ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛУБ ПОИНТЕРЕСУМ Сегодня я в гостях у человека, хобби которого — собирать пазлы. Но неужели эти огромные картины на стенах тоже собраны из крошечных фрагментов? Конечно. Пришлось, правда, повозиться. Не зря же само слово «пазл» в переводе с английского означает «головоломка», «загадка». Больше всего мне нравится вот эта пантера в джунглях. Поглоти ее шкуру. Ого, бархатистая. А теперь смотрите на изображение старинного замка вон на той стене. Маленький фокус. Я гашу свет. Надо же, силуэт замка светится в темноте. Контур рисунка обработан специальной краской. Как видите, пазлов великое множество. Собирать их очень увлекательно. Но у меня никогда не получилось бы правильно сложить столько кусочков. Ведь каждая ваша картина состоит, наверное, из двух-трех тысяч фрагментов. Это еще что? Одна жительница Ирландии собрала пазл из двадцати четырех тысяч фрагментов. Эта цифра внесена в книгу рекордов Гиннесса. А есть правила, которые помогают не запутаться? Есть. Посмотрите на несобранные еще фрагменты. У большинства из них все края сильно изогнуты. Но у некоторых есть и ровные стороны. Наверное, это те фрагменты, что будут с краю. Точно. Так называемая рамка. Ее собрать легче всего. Поэтому с нее начинают, а потом уже продвигаются вглубь будущей картины. Кроме того, удобнее будет, если перед сборкой вы рассортируете фрагменты по цвету. Смотрите. Голубые кусочки – это небо. Зеленые – трава. Зеленые, но темнее – лес. Но трава и лес так похожи по цвету. Неправда. Оттенки разные. Кстати, доказано, что те, кто любит пазлы, различают гораздо больше цветов, чем остальные. Интересно, а кто вообще придумал пазл? Первая такая головоломка появилась в 18 веке. Ее изобрел английский учитель Джон Спилбери. Он наклеил на дощечку географическую карту, а затем разрезал ее. Собирая фрагменты, ученики лучше запоминали название стран. Точно. Я где-то об этом читал. Тогда вот вам другой интересный факт. Несколько лет назад в Германии всем миром сложили пазл длиной почти полтора километра. А знаете, на обратном пути обязательно куплю пазлы. Попробую собрать хоть небольшую картинку. Для начала. Клуб по интересам.